сегодня у меня в гостях оперная певица злата привет я бы хотела узнать в каком городе нашей прекрасной россии начался музыкальный путь злата я родилась нижнем новгороде там шла в музыкальную школу закончила музыкальный колледж и уже для первой степени для такого варианта я приехала сюда в здравие расскажи мне немного подробнее о твоей семье ведь не в каждой семье рождается оперная певица у меня очень самая обычная семья в какой-то мере мама у меня педагог и детский психолог дошкольного образования она всегда работала всю жизнь работала директором сначала детского сада еще несколько государственных учреждений она у меня мама без вот а папа у меня какой-то период отрезать своей жизни работал режиссером театральным вот и так же он работал инженером-габлировщиком то есть я диаметрально противоположной профессии как и интересные в одном человек то есть он у тебя закончил и режиссерский факультет и инженер уникальный кого ты можешь обвинить в том что тебя привели в музыкальную школу сестру потому что она прям обвинить потому что это именно так было это сделано было из мести расскажи потому что она занималась музыкальной школе мне не нравилось и как-то она забирала меня с детского сада у нас сестру 11 лет разница она старше меня и она значит проходил музыкальную школу и думает я мучилась пусть и сестру их помочь как бы не только мне одной да да и меня не взяли в музыкальную школу меня не хотели брать потому что я была очень стеснительная очень маленькая боялась всему слушай такая интересная история просто у моей мамы то же самое и не взяли музыкальную школу при том что ребенка был абсолютный слух а тебя по какой причине взяли вот сказали ты стеснительная сказали что очень маленькая и наверное у нее слух у нее очень хороший а я просто вот такая вот медвительная очень была я должна была скрупулезно все сделать все выполнить как мне сказали вот но это заняло некоторое время чтобы я так сказать адаптировалась и мне безумно нравилась музыкальная литература сальфеджио я умирала как я любила вообще этим заниматься и мы наверное с класса 3 начали ездить на олимпиады я какое-то время вот помню что у нас была олимпиада по Римскому-Горскому я не засыпала ни в каком улыбке кроме сцента и снегулочки то есть вот любовь с оперы наверное случилась еще в музыкальной школе потому что когда я вообще изучала какие-то оперы особенно Римско-Горского в детстве мне казалось что это настолько прекрасно такой мир удивительный что ну это просто что-то за гранью вообще понимания и меня очень рано отвели меня в оперный театр а в каком возрасте вы помните? мне было лет наверное 5 или 6 когда мы пошли на детские спектакли но мне не очень понравилось когда мы пошли на Ивана Сусани я вышла вот такими глазами я не знаю там последний город я вышла я не могла уснуть в этот день вот второй спектакль правда был Севильский цирюльник и он вообще не зашел скажи что тебя впечатлило вот в этой постановке первой Ивана Сусанина которую ты увидела будучи ребенком масштабность во первых насколько мы можем досудить в принципе провинциально в Органном театре то все равно звучание живых голосов звучание живого оркестра с таким мощным финалом как в Иване Сусанине фор большой да то есть там еще правда были не живые колокола а запись колоколов вот я просто с таким потрясением я не могу у меня мурашки побежали то есть я очень любила балет я сейчас очень люблю балет вот Лептины и озеро мы смотрели раз в 12 вот в итоге а с кем ты смотрел Лептины? родители ходили по очереди прямо они знали что сегодня ты завтра я вот в следующий раз как бы ты идешь да и закончилось это все тем что папа будучи человеком очень артистичным решил что его это уже порядком надоело ходить на один и тот же балет в общем он в каком-то из номеров начал храпеть в такт так делать понимаешь и это как бы было очень интересно то есть это было настолько я как бы пыталась сделать вид что это не мной папа что это не со мной пришли мне знакомо это чувство в итоге в общем уже все консьержки все знали меня и меня родители там через служебный фонд запускали как бы я там уже сама доходила с один из них а тебя запускали поскольку отец как-то мог тебя попустить или отец как-то происходило учительница моей муниципальной школе фото пьянок она очень крушилась одной из солистов я уже как бы очень туда была в коже я знала все там костюнерные я знала всех всех солистов в лицо в общем-то собственно говоря уже просто так сказать привлекалась вот ну я много хотела я помню что ты поступала в музыкальное училище как теоретика расскажи почему ты будучи ребенком расположенном к бокалу выбрала такую непростую специальность как теоретика идеи стать убийцей у меня не было то есть стоял выбор либо футбрианное отделение но на тот момент у меня был ряд сложностей связанных с ощущением меня как прямишки а теория музыки, сольфеджи и музыкальной институты мне очень всегда нравились я просто пошла потому что хорошее образование то есть я ни дня, ни часа не пожалела что я действительно почти закончила как теоретика потому что я перевелась на последнюю году еще в местную академию нет я перевелась еще так с третьего курса с понижением курса на вокальное отделение то есть я фактически только утра года изучала вокал в России и уже продолжила здесь слушай, у нас очень похожая биография я не знала этого факта потому что я тоже с третьего курса перевелась на вокальное но не теоретическую, а дирижовскую тараулу ну мне кажется, что мы тоже понимаем, что это огромное отспорье это абсолютно база да, это другое абсолютно понимание во-первых, это огромный слуховой лоб то есть то количество музыки, которую мы слушаем в теоретическом отделении я не могу хорошо описать мы в фонотеке вот прям сидели, вот приросли к этим креслам это был ваш местный иной клуб, да? да, то есть как бы у нас это как бы между собоечек такой был ты в фонотеку идешь, идем? да, то есть но при этом я всегда пела как бы в качестве хода и в какой-то момент у меня уже в учительнице музыкального колледжа я на это взлали ну ты же все время стремишься на сцену ну ты все время такая артистичная ты очень много выступаешь даже не обучаясь вокалу может мне как бы стоит попробовать брать уроки вокала я помню, я пришла к педагогу который мне посоветовали все вокалисты я ходила за ним хвостиком в месяц чтобы он просто меня... умоляла, да? просто меня послушать нет, нет, у меня нет времени у меня полный класс в итоге у него кто-то не пришел на урок я его подкараулил около класса я, Николай Пименович вот, и у меня должен был быть урок гармонии который я не очень люблю и он говорит, ладно, идем в большую перемену полчаса я тебя послушаю мы прозанимались почти два часа и он меня спрашивает а ты кто будешь? я думаю, я Мэц ну конечно что, непонятно? Мэц, ну посмотрим, посмотрим я спела пару упражнений он сидит так ну да, не Мэц Мэц, не врешь, не врешь то есть он сразу тебя послушал, сказал Мэц и с тех пор тебя никто никогда не искушал перевести с сопрано здесь у тебя же верха очень хорошие я искушаю постоянно это дело как бы вкуса, наверное это дело слуха то есть один дирижер 100% не верит, что идет драматическое сопрано, что мне не нужно видеть вообще ни такого низкого репертуара другой педагог скажет, что нету что-то, что-то ты вообще там ближе к контральто послушал свой низ, послушал свои там, не знаю, переходные ноты мне очень нравятся те партии, которые есть сейчас у меня в руках перечисли, какие партии у тебя есть в руках? у меня очень много характера в партиях как-то вот так судьба сложилась, что я играю возрастных персонажей очень часто например, графиню пиковой даме пиковой даме пиковой даме полина, естественно потом марчелина я обожаю эту женщину она настолько очаровательна вот, следующий сезон у меня будет волнующим, особенно потому что я переезжаю в Германию как ты знаешь да, да вот и недавно, кстати я вспомнила, что года три назад я послушала первый раз там так, у Федору Бритона да и думаю, боже, как мне хочется это спеть ну куда это включить? в стол как бы эта музыка не настолько популярная чтобы вот подруга она была ну сразу тебя кто-то пригласила и да вот я, значит, все время как-то низко возвращалась думаю, блин, вот так смотрю свой 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 скетчул свое расписание на два года вперед и там нету Федора до сих пор и вдруг из-за этого коронавируса все поменялось и вот наконец-то ты будешь исполнять Федору да я буду сейчас я работаю над этим это будет в формате моноспектакля сделано с обстановкой я просто боже во всем плохом нужно искать хорошее вот не случись абсолютно нет таких обстоятельств есть ли у тебя такая роль с которой ты можешь отождествить в себя вот ты чувствуешь, что ты играешь не сколько персонажей сколько саму себя понимаешь, в чем делать? я удерживаюсь вот в этом вопросе очень, как бы четких критерий и на это нас возвращает Диму к системе Станиславского вот, вот я к этому подвожу которые на самом деле всегда говорю, что мы устраиваем любой персонаж от себя то есть вот что есть у нас внутри какие есть особенности нашего характера мы должны как бы срастить это с нашим персонажем мы должны найти его какие вот эти точки пересечения мы должны найти его персонажа пытаться его понять то есть я не могу что-то изобразить того, чего я не знаю не прочувствовала нет, в принципе можешь то есть есть другая система например, Чехова да? противоположная она не совсем противоположная он был его студентом просто это знаешь зайти с другого угла на самом деле да но единственная героиня кому мне действительно сложно это Ольга вот ее я ее еще не очень не поняла то есть там где-то больше нагрешей встречается там где-то больше неестественности какой-то я никогда не была вот такой же как Ольга даже вот я вот просто пытаюсь проанализировать свою какую-то молодость вот эту вот беззаботность не получается то есть она у меня пока такая какая-то слишком хорошая да вот ей не хватает такой вот чертовщины мне кажется, что Ольга она такая со стеревозинкой не то чтобы я была лишена этого качества но когда ты поешь контрольтовую арию и тебе как бы там такая ты вся такая сейчас плавно перейдем в страны в страны будь артиста будь то классический музыкант велончелист скрипач будь то оперная певица очень не лег как правило судьба распоряжается так что далеко не у всех есть материальные возможности купить инструмент заниматься с педагогом расскажи пожалуйста о том с какими сложностями тебе пришлось столкнуться какие жертвы ты принесла на алтаре искусства для того чтобы заниматься любимым делом ну жертвы на алтаре искусства ну это образное образование жертвы да это было тоже не просто все но я думаю что переезд в Израиль очень поспособствовал тому что я в принципе попал в это тогда попала в струю и попала на хорошее обучение и всегда здесь находилась возможность получить стипендию для того чтобы развиваться брать уроки ездить прослушиваться у меня была возможность где-то подрабатывать уже в хоре в небольших проектах но я в принципе не мешалась никакой работой я не считаю зазорно сказать что я в какой-то период своей жизни работала здесь в уборках очень интересно всегда что ты должен и нашим и вашим грубо говоря и успевать на учебе и на работе быть прилежным работником все знают что у большинства оперных певцов есть так называемый педагог в университете и есть тот закадровый человек который всему и обучает расскажи пожалуйста как тебе удалось найти своего педагога и удавалось ли сочетать вот это все вместе да, вопросом непонятен ну всегда непросто не просто сидеть на этих стуках да, вот именно но первые два года я была влюблена в свою педагога в академии я очень не доверяла и очень открыта была по всему что она говорит вот но это создавало ряд трудностей поскольку на тот момент мне казалось что мы не двигаемся к той цели которую я себе заметила а какая была у тебя цель тогда я очень отчетливо понимала в чем мои технические проблемы и что мне их необходимо решить вот ну это как-то все нивелировалось тем что нет 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 у тебя нет никакого расшатанного верха ну вот же вот здесь же слышите это вибрато оно же вот такое оно же на карту знаете вот у меня диафрагма закрывается ну нет все у тебя нормально послушайте только какой у тебя хороший мисс его же не слышно в зале ну я утрирую конечно но все это шло несколько медленнее чем я хотела бы это было несколько бессистемно мне нравится когда у тебя есть а есть у тебя б и пока ты не выполнил а чего-то не научилась не достигла на автомате ну и тут сложно как бы двигаться а такая была нежка система несколько рандомная она как бы вот так приходила к наитию вот и я стала каждое лето участвовать в летней программе здесь для молодых там я нашла определенного педагога из определенной системы которые я думаю это очень интересно это мне подходит это структурировано да она очень анатомична она очень там очень много мелких таких фишечек тикс которые тебе помогают такие вещи закрепить запомнить на физическом уровне да то есть не просто ощущение искать а вот ты понимаешь что вот это вот находится здесь и нигде иначе да вот здесь для того чтобы у меня и и э переходил мой язык должен быть вот в таком положении для этого мне нужно сделать вот это вот это упражнение вот я стала ездить в Берлин параллельно с университетом тоже на стипендии полученные на той же самой лестнице то есть ты экономила на стипендии чтобы полететь в Берлин да вот то есть безумно дорогие уроки и опять же это не было системный подход то есть я приезжаю там неделю на ну сколько ну 6-7 ну 10 уроков да я могу взять тем более когда это идет каждый день немножечко все-таки сложно ты не успеваешь переварить наверное информацию то есть ты не успеваешь закрепить какие-то вещи они не успевают отлежаться ты не успеваешь дома это сама проработать вот а уже когда окончив академию здесь у меня пригласили на прослушанную это был театр и меня попросили подготовить произведение это была первая симфония Бернштейна которая потрясающе красивая была там была одна страница которая фактически вот киллера то есть я понимаю что я не знаю я ее не спою я просто пытаюсь пытаюсь а она никак и мой коуч говорит слушай тебе нужно пойти к педагогу может ты все-таки звонишь своему педагогу университета нет ну как бы у нас было время мы научились всему чего мы могли научиться да и мне нужно как-то двигаться дальше вариантов поехать в Берлин на тот момент вообще не было и я стала просто спрашивать всех проводить такой нетворк соцопрос да и вдруг мне не знаю человек пять дают именно одного подавода блин это интересно она частный подавод и я звони ей она сказала Стact конечно приходи я так ты насторожен истает мы знакомы и потом она открывает когда дверь когда я пришла и думаю боже да мы знакомы да просто у меня вот она тн правда потому что это именно то мое внутреннее ощущение те погрешности которые мне безумно мешали И я понимала, что я делаю это неправильно. Я пыталась найти это сама, но это было невозможно на меня. И мы с ней начали вот прям вот кирпичиками устраивать эту систему. Кстати, только после того, как я училась с ней два года, я почувствовала возможным для себя начать учить других людей. Я до этого не могла вообще взять никаких студентов. Я так боялась этой такой ответственности, потому что это огромное решение взять и научить другого человека чему-то, что-то не до конца сам, в принципе, осознаешь. И вот она дала мне не просто как бы возможность самой запеть, она мне дала все инструменты для того, чтобы помогать любимым. На каком-то этапе для того, чтобы быть хорошим певцом, я думаю, что многие на это способны. Я вот искренне на это верю. Есть певцы, которые, может быть, не обладают как природа каким-то уникальным, большим голосом, что они делают хорошую технику, они потрясающие музыканты. Да, но это будет какая-то одна ниша, которая, не знаю, для того, чтобы стать прям, признать... Не божителем. Да, не божителем. Я думаю, что все-таки это такой full package. Это не только голос, это характер, это стамина, это умение работать с людьми, это определенная как бы health mentality. То есть это вот здоровый мозг. Потому что для меня быть певцом это... То есть вся твоя жизнь подчинена тому, чем ты занимаешься. Вся твоя жизнь крутится вокруг того факта, что ты оперный певец. Вот. И все остальное, как бы, оно только подстраивается. Либо оно встраивается, либо оно отсеивается. Отпадает. Да, либо оно отпадает. Как правило, отпадает. Ну, это уже тут свои тонкости. Само с тобой переходим к теме индустрии классической музыки. Как ты считаешь, насколько сильно изменилась индустрия классической музыки за последние, скажем, 40-50 лет? Вот мы наблюдаем сейчас очень глобальные, большие изменения в плане дигитализации. У нас все через YouTube, live stream, вот, видеозаписи. Что ты думаешь об этом? Индустрия изменилась колоссально. Я хочу считать, что она изменилась в сторону усложнения жизни певцов. Ну, да. Расскажи, в каких аспектах? Вообще во многих. Во-первых, конкуренция огромная. Да, и маркет, ну, я имею в виду рынок певцов сам по себе. Во-первых, появилось понятие рынка певцов. Это само по себе, да? Начали, да, с этого. Как бы это уже странно звучит. Раньше по деревням вылавливали таланты, а теперь все наоборот получается. И время карьеры стало гораздо короче. Тебе либо ты успеваешь впрыгнуть в это, требования раньше все-таки как бы дольше и больше работы на спектакле. Сейчас у тебя есть в лучшем случае 6 недель, в худшем случае 3 недели. А бывают случаи, что ты поешь спектакли без оркестровой репетиции. Или ты дебютируешь, например, в Большом театре в роли Дорабелла с одной оркестровой репетицией. Вот, да. Да, и когда ты дежуришь, собственно говоря, только там и видел. Вот, и то есть нужно быть готовым ко всему. Плюс вот эта дигитализация, вообще интернет, все эти записи, где каждый человек может вот так нажать на кнопку и переслушать все твои косяки, все твои недочеты. Это уже осталось там, это уже зарегистрировано. И это вот института. То есть опасно выкладывать плохие записи. А мы все люди, как бы. То есть у нас бывают плохие дни, у нас бывает недомогание. Особенно мы, девушки, мы очень подвержены. У нас бывает недомогание, у нас бывают очень жесткий график репетиций. То есть, когда ты поешь две подряд репетиции, я не знаю, генеральные, один день, и потом премьера, и идут прям блоками спектакли. Спектакли, спектакли, спектакли. А если ты поешь что-то типа Эболи, два вечера подряд. Ну, голос потом должен отдыхать. Ты должна неделю, потом вот так лежать. Еще изменились требования в нашем внешнем виде. Мой предыдущий агент, мы с ним подписали контракт. Первое, что он мне потом сказал после подписания контракта, он говорит, а теперь мы худеем. Да, у нас есть проблемы с этим, это нам не подходит. Так что давай. Несмотря на то, что все говорят, что голос главный. Да, все говорят, но всегда идет новость. Да, но и там куча-куча-куча пунктов, что ты должна быть, ну, как ты сказала, красивый, молодой, стройный, энергичный, self-confident и вообще... Расскажи немного о работе с менеджерами. Ведь это тоже такая тема, которая почему-то не затрагивается в университетах, никто об этом не рассказывает. В наших университетах. Вот, например, у студентов-американцев, у них есть даже курс по self-management. То есть их реально обучают, как работать, как правильно писать имейлы, как часто ты должен напоминать о себе каким-то определенным людям для того, чтобы... О теле не забывали. Да, то есть это та часть, которую большинству певцов из Европы или из России приходится пройти самостоятельно. Вот, в этом плане американская система, на мой взгляд, ну, одна из лучших сейчас. Она подготавливает специалистов лучше себя продать. Да? Да. В том времени, когда вот мы учимся на своих ошибках, у них уже есть отработанная система, и они знают, что надо конкретно делать для того, чтобы показать себя с лучшей стороны. Хочешь ты того или нет? Является важной частью оперного бизнеса на данный момент. И либо у тебя есть хороший менеджер, у которого есть свой рынок, своя мафия, театр, с кем он работает, и он является достаточно весомой фигурой, и он тебя подает. Но, как правило, для того, чтобы такой менеджер у тебя захотел, свой рост, вообще свое агентство, ты должна уже уметь сама прекрасно это делать, потому что должна уже достигнуть определенного уровня. То есть и узнаваемость твоего имени, имени среди кастинг-директоров, узнаваемость твоего имя в европейских театрах как минимум. Вот, то есть ты уже должен быть достаточно популярным артистом для того, чтобы такая величина на себя обратилась. Но ты должен быть кем-то, то есть ты, очень маленькие шансы, что, я не знаю, какой-то у тебя ариозы, да, после Академии возьмут очень молодого уровня. Как понять, что перед тобой достойный менеджер? Есть ли какие-то критерии? Потому что, к сожалению, я знаю достаточно много историй обмана поперных лицов. Ну, это опять же, все очень индивидуально. Вот, то есть у каждого есть свои какие-то предпочтения в плане менеджеров. Но есть очень крупные фигуры, которые, да, будут приносить тебе достаточное количество работы. Но всегда существует риск того, что тогда ты будешь петь все и везде, куда тебя, так грубо говоря, направляют, да. То есть и никто не будет считаться с тем, по зубам тебе партия, подходит ли она тебе по возрасту, то есть это тоже определенный риск. Риск не плачешь за то, что ты имеешь какого-то такого очень хорошего певца. Но, на мой взгляд, в моем мнении, что хороший агент будет работать именно на сохранении певца. Они заинтересованы в том, чтобы вкладывать в одного певца, а потом через 5-10 лет он и они смогут печь. Да, я думаю, потому что сейчас очень многие театры и агенты используют молодых певцов такой, как расходный материал, потому что мы дешевле стоим. Настоящий хороший агент, да, вот, очень работающий на долгую течение. Я была на мастер-классах, где были приглашены некоторые агенты. Я поняла, что вот эта модель, которую они представляют, для меня это будет работать идеально. Потому что это очень совпадает с ними. Очень важно найти агента, который бы подходил тебе, наверное, по каким-то жизненным ценностям. Совпадало доверие. Ведь все говорят о доверии. Это очень важно между артистом и агентом. Это очень важно. Грубо говоря, вот мне правда не нужен агент, который там будет есть со мной на все конкурсы, на все киньеры. И вот все время будет меня поддерживать. Оберегать. Нет, мне не нужен родитель, да. Но мне нужен конкретный человек, который понимает, куда мы идем, в какое направление мы двигаемся, что будет правильным для развития моей карьеры. И всегда будет учитываться именно моя артистическая составляющая. То есть я иногда понимаю, что вот с этим режиссером у меня было бы потрясающе. Тебе бы хотелось бы прямо работать, это была бы фантастическая работа. А есть режиссеры или дирижеры даже, с которыми, так скажем, это будут, да, профессиональные всегда отношения, очень уважительные. Но химии не произойдет. Я знаю, что у тебя был опыт общения с великим маэстро Забадумерным. Был ли у вас контакт? Ну, мне кажется, это тот шаг, с которым не может быть просто, в принципе, как... Харизма, обаяние, настолько внимательность, настолько для тебя там, вот, это очень легко бывает, да, настолько дежурный, душон вообще эгоизма, вот, музыка, особенно в современном мире. Это настолько здорово было работать, настолько было, я не знаю, я, я, это был один из лучших проектов в моей жизни, и оркестр звучал потрясающе. Ты понимаешь, что ты можешь быть настолько расслаблена, ты можешь быть настолько, как бы, в музыке, потому что у тебя есть очень надежный ключ о рядом. Ты не вынужден думать о вот этих вот маленьких технических вещах, контролировать всю ситуацию постоянно. Ты можешь расслабиться и отдаться в музыке. То есть ты действительно, вопрос такого доверия. То есть я выхожу и понимаю, что вот ничего не случилось. Неплохого. Он очень приятный в работе, он был настолько вежлив, настолько, вот, обходительный даже. А в чем это проявлялось? Вот, например, вот ты поешь, он сделал какие-то замечания иначе, или он вообще не делал замечания? Нет, просто вот манера такого, как дирижер общается с куфтом, она может быть очень разной. Да. То есть все замечания настолько тактичны, по делу, то есть по-музыкански это все было очень-очень четко, да. И вот у меня была по молодости привычка, я все время стояла, и вот так вот приходите. Я себе сама дирижировала. Только многие певцы. Да, вот есть по молодости такая. Я помню... Раз, два. Я помню, у меня был проект, где дирижер остановил весь оркестр, вот так поворачивается ко мне, он говорит, похоже, что у меня типа, что я за вами не слежу, или еще что-то такое. Я тут стою, типа, чуть ли не с третьим глазом, делаю так, чтобы вам было удобно петь, а вы мне тут стоите и машете. И вот, что я оскорбила это. И это было, знаешь, так, тебя как маленького ребенка-котенка отчитали перед всем оркестром. А твоя реакция... Хотя я не была уже такая, как бы, что я уже не была на тот момент какая-то, вот такая совсем зеленая. Я ей сказала, да, пустите, пожалуйста. Я не хотела вас оскорбить. Вот, я сказала... Я бы сейчас вышутила так. Я сказала это очень, так, с... Ну, я думаю, что он понял мой месседж. Вот, и я думаю, что, что, я не хотела оскорбить ваше достоинство. Я поняла. Вот, а особенно это... Нет. То есть я там еще была студенткой, вообще никем. Вот я сочувствовала, просто лучшая певица на свете. Настолько он... Это волшебство. И я вышла на концерт, и я чувствовала, что я просто, я не знаю, пою в Метрополитен-Опера. Даже если бы ты, наверное, пела в поле, с зубинами, то было бы то же самое ощущение. Ну, это просто фантастическое ощущение, правда. Ну, вот такой самый большой концерт, первый, который случился в моей жизни, и сразу... И сразу такая величина. Да, и я думаю, что... Хотелось бы думать, что вот, наверное, так всегда будет. Если бы не было плохих случаев, каких-то тяжелых случаев, наверное, меньше бы ценили те редкие моменты такого вот откровения на сцене. Потому что это как исповедь. Мне кажется, что в Метрополитен очень часто, если он встречает своего дирижера или режиссера, и у них наступает какой-то момент, они друг к другу пронихают. Они друг к другу исповедуются, они друг к другу обмениваются такими и такими вещами. Я не знаю, у меня здесь, в Израиле, когда я была в оперной студии израильской, я встретила режиссера, который не так часто работает с операми. Но, я не знаю, он какую-то невидимую кнопку, видимо, нажал во мне на первом же нашем знакомстве, что я вдруг осознала, что, блин, да тут вообще нет лимита. Тут вообще нет... Он тебя открыл уже, да? Он не просто меня открыл, у меня хорошая школа, у меня папа, уже все, у меня с детства тренировали. Ну, как ты умеешь управляться со стрессовой ситуацией, это просто решающая, ну, естественно, техническая оснащенность вообще, ну, как бы, аутро-прохождение, да, то есть... Мастер. Да. Знание языков. Расскажи, папа, про языки, вот какие языки изучаешь сейчас ты? Я сейчас учу немецкий язык, ну, в свете того, что я переезжаю, и я должна была начать учить немецкий гораздо раньше, но, вот, не представлялась возможностью. Сейчас я очень интенсивно, три раза в неделю, с частным педагогом, на верстом, так сказать, на Кущине, да, но университет я овладела, как, например, английским языком, естественно, и итальянским, вот, также в Телевицком университете у нас довольно хорошая база, именно, это дикции всех базовых трех европейских языков, немецкий, французский, итальянский, немецкий, французский. У меня есть постоянный коуч по дикции, который сама знает пять языков, работает она... Это не твой педагог? Нет. То есть это отдельный человек, который с тобой работает? Вообще, она отдельный дикцион-коуч метрополитен опера, вот, она работает с абсолютно топ-ми девцами, и это очень, как бы, флэттеринг для меня, да, что она снизошла до меня. Каждую партию я прорабатываю с дикцион-коуч, потому что это одно из основных сейчас требований к девцам, то есть желательно вообще говорить на языке. Вот. Как ты считаешь, имеет ли право певец исполнять ту или иную партию, не зная языка в достаточном объеме для понимания роли? Да, потому что не все равно, когда тебе, например, 20 лет, у тебя не семья, которая папа француз, мама англичанка, да, и у тебя дома как бы сразу три языка, например, и ты живешь при этом в Израиле. Потому что в Европе из-за ее локации ты, в принципе, сталкиваешься сразу с большим количеством носителей других языков, и ты изначально учишь как минимум два-три языка. Вот, у нас нет такой возможности, мы происходим из другого географического положения, да, и, соответственно, как бы это вызывает ряд сложностей. Плюс, все-таки, у нас не было до недавнего времени такой моды учить иностранные языки. У меня резко сейчас, извините, что очень большая мода как раз на английский. Да, да, абсолютно. Все вокруг поголовно учат английский. Да, какой большой муд. И я думаю, что это будет постепенно приходить. То есть, для меня вот, именно как для певицы, которая приехала из России, это была первостепенная проблема. Потому что мой итальянский муд был ужасен, абсолютно. То есть, я бела на итальянском, как на русском. Более того, я тебе скажу. Я приехала вступать сюда с Сарей Карне, где я просто как бы слушала запись и пыталась ее повторить. Да, то есть, когда я первый раз спела свою преподавательницу, она прям привела пианистку. Пианистка послушала так, боже мой. Мазэ. Боже, что это? Это суахили, это не французский, как ты можешь? И я, ну, понимаете, как вот я так услышала, так и пела. Голос потрясающий, французский, ужасный. Мне кажется, в этом большая проблема системы образования. Потому что сейчас в наших, особенно российских университетах, преподает то старое поколение людей, которые еще не столкнулось с реальными современного мира. Если брать в Россию, буквально есть несколько мест для молодых певцов, где ты можешь получить такую вот качественную помощь в плане развития. Например, как едут? Ну, например, вот в студии Большого театра. Я считаю, что они действительно представляют возможности молодых певцов и развития. О своей работе в Большом театре. Ты сказала, что ты впрыгнула и сыграла там Доррабеллу. Не то, чтобы я впрыгнула, просто это репертуарные спектакли. Они не предполагались какого-то большого блоку репетиций. Но я, конечно, никак не могла ожидать, что из всех исполнителей у нас будет три дебюта всех женских партий. Хорошая школа, да? Челлендж. То есть после этого я вышла. А во-первых, это очень динамически. Ты постоянно в движении. Туда, туда, туда. То есть партия новая. Как бы очень мало музыкальных репетиций, в основном сценические. Огромные задействованные костюмы тяжелетные. Очень много реквизита, очень много переодеваний. Куда? Очень травмоопасно. Да, то есть как бы я похудела, наверное, за эту постановку килограмм на 6. Все ноги у меня были в синяках, потому что у нас такие огромные были металлические, ажурные вещи, которые ты садишься вот так вот на коленки, и он тебе впивается просто. Тебе надо петь, быть счастливой. А ты такой увлекрасно. Ну, это было правда очень экстремально, но весело. То есть после этого я вышла с мыслью, что я могу все. А следующий мой сезон мне простоит спеть графиню Гевшвиц из Алана Берга из Лулу. То есть первый сезон в Германии, одна из самых сложнейших опер на немецком. Я думаю, ну, после этого я точно все смогу. Как ты нашла свой путь в Германию? Я всегда хотела ее путь в Германию, мне очень нравится эта страна. Мне нравится, как организована культура в Германии. Мне нравится, в принципе, жить там, находиться. Мне нравится немецкий язык. Я такая фанатка. Вагнера петь будешь? Какой же путь, да. Ну, уже сейчас поступают предложения, на самом деле, на Вагнера. Но мы с моим агентом решили немножечко подождать. И вырубать такую более крепкую сценическую стамину на таких партиях типа Эболи, которые тоже, да, главные, где ты много поешь. Потому что в Германии нужно быть готовый. Его стиль связан очень тесно с немецкой культурой, со сказками. То, с чем люди растут. То есть так же, как вот мы связаны с русским фольклором, они связаны с этими всеми легендами, историями. Да, у них там все это намешано. Да, если ты не знаешь какую-то маленькую деталь, а она может там... Да блин, ты читаешь просто содержание оперы, ты читаешь конец, уже забыл, что там в начале было. Там ты такая, блин, блин, подожди, а это кто? Это вообще откуда появилось? Кто это? Кто эти люди? А какие партии ты еще хотела бы исполнить после Эболи и в промежутке до Вагнера? Ой, у меня бесконечный список. Это для менеджера специально. Значит так. Значит так, смотрите. Лукреция. Это Бриттен. Я на самом деле очень люблю эту обувь. Я очень хотела купить Любашу. Я знаю, ты сейчас ее готовишь. Да, я сейчас взяла ее в работу, потому что партия тоже должна отгружаться, устаканиться. Я очень люблю музыку 20-го века. Мне очень нравится. Свободно. Не то, что свободно язык, там очень сложно все это выучить, сложно это уложить, сложно к этому пристроиться. Но потом вдруг оказывается, что ты в этом находишь настолько... Свободу какую-то даже. Свободу. И такую интерпретацию. Ты так можешь устроить это все от себя, потому что эта музыка очень многозначна. Там не много слоев, и их интересно копаться. Все говорят о том, что глава театра это режиссер. Согласна ли ты с этим высказывать? Да. Театр... Есть и конфликт. Видение, как вот с этим справляться. Ну, вообще, в принципе, да, театр, оперный театр стал более режиссерский, чем был бы у этого. Все-таки хороших сценарий, довольно много. Если мы не смотрим какие-то такие масштабные глобальные театры, а входим на более такой уровень... Средний. То там, да, уже возможны некоторые теги. А есть режиссеры, которые абсолютно настолько тебя захватывают, они настолько тебя вот в свое вот этот мир приглашают, и ты думаешь, боже, как я сама до этого не догадалась, его живот лежит на поверхности. Ты плохо сделала домашнюю работу. Ты вообще самокритична, да? Я работаю над этим. Я в меру самокритична. Я считаю, что это обязательное наличие, обязательное качество певца. Плюс один. Я. Быть самой критичной. Потом я. И просто ты должен там находиться в моменте и жить там, а не тем, что так-так-так, что-то у меня сюда вот я здесь плохо втянула, а вот здесь у меня диафрагма зажасходит. Это очень видно будет на сцене. Да. А сейчас вот я вот пою-пою-пою, а сейчас у меня вот будет высокая нота, подождите-подождите, я сейчас... Я подготовлюсь. Собралась. Собралась. Подошел. Тоже есть очень много mental coaches, которые помогают тебе работать над этим. не быть вот этим самоедом на сцене, не анализировать себя на сцене. Да, в классе, пожалуйста, но на сцене это нельзя. Не анализировать себя после спектакля, наверное, или после концерта. То есть ты берешь время, потом ты действительно отсматриваешь все, что получилось, что не получилось, в каком процентном соотношении получилось или нет, какие ошибки возвращаются. И это такая тоже аналитическая работа, по сути. Скажите, что тебе конкретно дали конкурсы? Ну, во-первых, это мне все-таки сформировало в той или иной степени какое-то имя, которое до конкурсов никто не знал. Ни один кастин-дилект. Правильно? В определенных кругах. То есть это вот важно просто попасть в какой-то поток. Вот. Это мне дало знакомство сразу со многим количеством менеджеров. Я могу сказать, что я имела как очень положительный опыт, так и очень неудачный опыт. То есть я прошла, все-таки у меня всегда спрашивала мнение, выясняла, но все-таки я наступила на свои собственные грабли. Я имела свой опыт в описании эксклюзивного контракта, и в какой-то момент я поняла, что мне это не выгодно. Потому что одно агентство, у которых есть в ростере уже несколько драматических мэти-сопрано, они будут отдавать подпочтение тем, кто был до, или у кого уже это есть в репертуаре. Они меня иногда даже как бы не представляли на тендерах, как бы говоря. Получалось, что я должна делиться теми зарплатами, которые я нахожу себе сама, или люди прямой обращаются к тебе. Но ты по-прежнему платишь 1% агентству. Но работа не так. Работа мне это мало приносила на самом деле. Но это было опять же вопрос статуса детей. Я была в крупном агентстве. У меня был как бы статус нахождения в этом крупном агентстве. Вот. Сейчас у меня не такое крупное агентство, но с хорошим именем и с хорошей ситуацией. Очень такой адекватный агент. В принципе, из всех прослушиваний, которые он мне предлагает, я в 95% слушаю дам. Что тоже и для него как бы является показателем. Поэтому он все больше и больше куда-то меня подвигает. Ланселот, например, мой друг, он битанец. Я всегда ему так. Ланселот, мне нужно от тебя спеть кое-что на английском. Послушай. Послушай, да. И вот он, значит, начинает вот это вот так, вот это вот так. Или мы работали с Михаэлем Фолли. У меня такой просто такой опыт. Это человек, который вот столько артистов. То есть, понимаешь, вот все в нем, вот все репетиции. Он пел в полный голос, он отыгрывал каждую речитатив, каждую интонацию. Я набралась смелости вот так вот. Можно, пожалуйста, мне с вами поработать над речитативами? Я просто выплела. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И после... Ну ладно. Нет, он сказал, да, конечно, да, обязательно, давай найдем. Время, класс. Да с таким, ну, градушей. Одукотворением. Тебе, да? Просто я сидела, я смотрела. Наверное, один из девятых случаев, когда я вообще не уходила с репетиции. Я все репетиции видела. А что бы ты хотела посоветовать себе той, которая только что приехала в Израиль, которая только что поступила в Тель-Авийскую академию музыки? От чего бы предостерегла? Где бы ты сказала, наоборот, работай больше в этом направлении? Я бы посоветовала себе потемлее. И меньше сниматься. Меня греет одна мысль, что с каждым годом я пою лучше, чем до того. То есть я вижу свой прогресс. Потому что иногда так бывает, что тебя постоянно жизнь сталкивает с какими-то людьми или офицами, которые так или иначе, тебе кажется, они заняли мое место. Или там еще что-то. У меня просто такие тупые случаи были. Ну просто одиозные абсолютно. Я должна была лететь на прослушивание, например, в Театре Андерви и прослушиваться на партию Жан-Дар. Я купила билет на ту дату. На ту дату, но на тот месяц. Я приезжаю в аэропорт, пытаюсь сделать чек-ин, и не получается. И как бы нет... Понимаешь? И потом я смотрю вот в билет, понимаю, что он на мае, а не на февраль. И я упускаю эту возможность. Потом я вижу определенный человек, который поет на эту партию. Потом я вижу этого же человека, например, на конкурсе Кардиф. Хорошая девушка просто так получается, что я должна была ехать прослушиваться на этот конкурс. И у меня украли паспорт, всю сумку в Берлине. И я не попадаю на это прослушивание. Я не попадаю на это прослушивание. И опять сталкиваюсь с ее именем. И мы даже не знакомы лично. Но у меня все время было какое-то ощущение. Я думаю, да как так-то? Я даже веду, например, у меня здесь отдельный сборник всех распевок, которые собираю со всех певцов. С педагогов, с мастер-классов. Как здорово! Там очень-очень много. Причем не просто распевки, а с пояснением, на чем концентрироваться. Для чего эта распевка служит. Для чего опасаться при этой распевке. И на что обращать дополнительное внимание. То есть такая антология. Это почти моя Библия. Потому что очень большой труд был в этом вложен все. И я стараюсь... Ты собирала годами. Покупить вот эти все упражнения. На протяжении, наверное, десяти лет я лекционирую какие-то упражнения. И это очень весело. То есть мои студенты, они вообще не скучают. Не скучают. Они, ой, опять что-то новое. Ну давайте. Ну конечно. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я рада, что ты согласилась дать свою другую. Надеюсь нашим зрителям тоже понравится. У нас такая дружеская беседа была. Спасибо, что ты просила. Спасибо большое. Я всегда рада с тобой общаться. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok